Говно. Это говно. Такой же остался мудак, как и был, так что это говно. Говнище. Страшное говно. Вы когда-нибудь испытывали влечение к мужчине? Ну, ну, старик, ну, что вы, родной вы, ну. Юрий будет дуть, дуть, Юрий будет дуть. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Когда мы договаривались об этом интервью, вы выдвинули одно небольшое условие, чтобы мы писались без монтажа. Почему? Ну, потому что всегда есть возможность манипулировать текстом человека, переставлять его, поэтому… Так уж, если ты ошибаешься, пусть оно так и идет, как ошибаешься. Но я считаю, что… Я вообще не люблю снимать большими кусками без монтажа. В принципе, и в кино тоже. Когда мы готовились, мы узнали, что сразу несколько наших коллег становились участниками такой истории, когда они звонили вам по телефону, и они понимали, что с ними разговариваете вы, но вы меняли голос и представлялись своим помощником Петром. Зачем вы так делали? А почему вы решили, что они говорят правду? Ну, они там, исходя из того, что вы в этот момент были на киноплощадке, и они там… У них были знакомые, которые были на той же киноплощадке, которые подтверждали, что вот в этот самый момент Никита Сергеевич подходил к телефону и как-то странно разговаривал. Слушай… Такое было? Нет. Никогда? Нет, может, когда-то и было, может, когда-то и есть даже, но я не думаю, что это могло быть так явно, и тем более, что я не часто этим пользуюсь. Расскажите про лучшее кино, которое вы посмотрели в этом году. То, которое на вас наибольшее впечатление произвело. Странный будет мой ответ. «Домашний арест». Ого! Вы все серии посмотрели? Да. Почему? Почему вам понравилось? Ну, это Гоголь современный. Это… Я даже позвонил Семенову и поздравил его. Это очень хорошо. Ну, там могут быть затяжки. Есть вещи, которые… Я бы, так сказать, на этом не акцентировался, но это очень талантливо, это очень весело, и это такой… Это современный Гоголь. И самое главное, я бы представил себе, если бы эту историю рассказал бы какой-нибудь другой режиссер, это была бы такая ужасная черноха, а это с любовью сделано ко всем людям, даже к этому губернатору-идиоту. Там есть здоровье. Как вы думаете, это покажет по телевизору? Я бы показал. То есть там нет ничего страшного того, что русскому человеку не стоит знать? Нет, русскому человеку вообще нет ничего страшного, что его не стоит знать, потому что русский человек такое пережил, что ему что-то узнать страшное. А вы сказки наши почитаете. Но я считаю, что это история, которая… она блистательная. Они там играют все просто потрясающе. Замечательно просто. Только в этом году… Сейчас будет небольшое признание. Я только в этом году посмотрел фильмы «Раба любви» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Вроде бы я должен был бы этого стыдиться, но лично я сам себе завидую, потому что большинство людей посмотрели это раньше, а я получил удовольствие только что. Вот, это свежее удовольствие, и я крайне этому рад. У меня возник один вопрос. Финал «Рабы любви», вот эта великая сцена с уезжающим трамваем, с бегущей за главной героиней революцией, там же переозвучена фраза, которую она говорит. «Господа! Господа звери! Господа! Вы будете прокляты своей страной, солдат!» Сейчас это звучит «Господа вы звери». Да. А как было на самом деле? Это ошибка. Она говорила, это ошибка, господа, это ошибка. И в этом был очень глубокий смысл, потому что она не могла принять это. Она бабочка, летящая на свет, и она обожглась обо всём, об это, так сказать. Поэтому, когда, так сказать, железная рука и клинок были уже направлены ей в сердце, она, уезжая, кричала, шептала, «Господа, это ошибка, это ошибка». Мне не дали этого сделать, мне пришлось переозвучить это. Как вы реагировали, когда вам сказали переозвучить? Как? Это было привычное. Вы бесились, вы впадали в отчаяние. Нет, я никогда, слава богу, не впадал в отчаяние. Я злился, у меня было много разных, так сказать, ухищрений. Я даже на портсобрании после картины «Родня» меня пригласили в портком, и я совершил невероятно, так сказать, дерзкий и опасный поступок. Я пришел с диктофоном и оставил его под страницами, когда меня просили выйти, чтобы обсуждать картину. Я больше всего боялся, что сейчас они там щелкнут. Тык! И когда меня позвали, я сел, смял эти бумаги вместе с диктофоном, потом в машине слышал, как меня обсуждали коллеги. Вот это было сильное ощущение. А о ком-то что-то новое узнали? Да. Что, например? Как врут в глаза? Ну, я узнал… Нет, я узнал… Там шел разговор, чтобы переснять картину, кто переснимет. Может быть, Данелли. Данелли… Когда ему сказали, я так узнал, что вы что с ума сошли. Эту картину «Родня», ее нельзя было… Там правильные слова сказал Досталь Володя. Он сказал, что эту картину нельзя переделать, ее можно только закрыть, потому что там что ни вынимай, все равно остается суть. Потому что придеритесь… Вы видели картину «Родня»? Конечно. И даже знаю, что там 200 правок было на этом самом деле. Да, придеритесь к самолету. Это груз 200. А где это сказано, что груз 200? Придеритесь к тому, что… Там уже все смешно. У меня были невероятные вещи. Солдаты грязные. Солдаты едут грязные с учений. Это очень грязные солдаты. Я говорю, хорошо. Я переснял «Солдат». Красавцы. В роскошной форме. Еще страшнее стало. Там-то они едут уже обратно. А тут они едут туда. А потом грузы… То есть там сочеталось очень много. Но там у картины судьба была счастливая. Потому что ее дали четвертую категорию. Там вообще три иконы и так далее. А потом ее посмотрел Андропов. Ага. И позвонил министру Ермашу. И сказал, хорошую ты картину сделал Филипп. А в те времена плохое кино делал режиссер. А хорошее кино делал министр. И вот он когда говорит, как? Он говорит, хорошее кино. Он говорит, родня. И все, первая категория. И пошла, пошла, пошла картина. Но по правой голове… Юра, это время, когда выдумывали так называемых «зайчиков». Когда ты вставляешь в картину явно непроходимые вещи. Потом ты их вынимаешь, ругаясь, плача, объясняясь. Для того, чтобы оставить что-то важное, что-то имеет смысл. Это был такой покер серьезный. Я тут наткнулся на исследование, где приводится 20 самых распространенных причин, почему стартапы не взлетают. Одна из главных причин провала, когда в команду набирают людей одного темперамента. И это был чуть ли не первый момент, когда мы почувствовали себя красавчиками. Так сложилось, что в нашей творческой артели собраны люди разных интересов и похожего, но все-таки разного темперамента. Смотрите, как это устроено. Во-первых, Таня. Юная, нежная, не очень интересующаяся политикой. Очень интересующаяся всем, что занимает голову молодняка. Она хоть и назвала свой канал нежной редактой, на самом деле это стальная дама, которая бескомпромисснее всего редактирует и рецензирует наши выпуски. Жендос довольно жесткий, но не настолько бескомпромиссный, как Таня. И при этом просто упоротый по политике и 90-м. Если разбудить Жендоса в ночи, он сходу начертит вам, хоть в фотошопе, хоть клинописью, кто за кого был в штурме Белого дома в 93-м году, чем это закончилось и к чему это в итоге привело в развитии новой России. Дима Паренский. Самый воспитанный, самый тактичный и при этом самый работоспособный из нас. Дима 10 раз подумает перед тем, чтобы сказать что-то жесткое, поскольку он всегда думает, не обидит ли он человека. При этом Дима может проснуться в 6 утра и шарашить 24 часа, прерываясь только на то, чтобы попить зеленый чай и размяться на турнике. Ну и я. Еще один ключевой момент в бизнесе – надежный финансовый партнер. Сотни тысяч предпринимателей уже доверили свой бизнес Альфа-банку, который постоянно радует клиентов новыми продуктами. Недавно у Альфа-банка появился новый тариф для бизнеса, который называется 1%. Устроен он предельно прозрачно, вы платите только 1% от той суммы, которая приходит вам на счет. То есть, если за работу вам заплатили 50 тысяч рублей, вы платите с этого всего 1%, то есть 500 рублей. И больше никаких расходов. Открытие и обслуживание счета, справки, платежи, снятие наличных – все бесплатно. Ноль, ноль, ноль. Еще одна важная история – Альфа-банк упрощает отношения предпринимателя с государством и налоговой. В интернет-банке есть сервис «Бухгалтерия», который позволяет посчитать и оплатить налоги без ошибок. Не тратите время на бухгалтерию и возню с бумажками. Занимайтесь бизнесом. Все налоговые вопросы Альфа-банк берет на себя. Альфа-банк – надежный партнер для вашего бизнеса. Открыть счет можно прямо сейчас и прямо по ссылке в описании. Бежим туда, делаем бизнес и не боимся, дамы и господа. В одном из своих выпусков «Бесогона», который вы пишете за моей спиной, в этом году вы жестко высказались против того, чтобы в прокат выходил фильм «Смерть Сталина». Фильм «Смерть Сталина» – это комедия, которая позиционировалась как комедия. Среди аргументов, почему это плохой фильм, мы приводили в том числе мнение дочери маршала Жукова, которая жутко это не понравилась, которая сочла это аморальным и неправильным. При этом в этом же году вышел фильм «Движение вверх», который выпустила студия 3Т в офисе, в котором мы находимся, который позиционировался как серьезный фильм, исторический, но где тоже есть серьезные исторические несостыковки, и где против этого фильма высказались как минимум вдова главного героя и, кажется, кто-то еще из родственников героя. Нет ли в этом противоречия, Никита Сергеевич? Нет. История… Знаешь, ведь важна же задача, и важно внутреннее ощущение. Картина «Движение вверх» – хорошая картина, она хорошая картина. А «Смерть Сталина» – говно, плохая картина, плюс к тому. Так вот, когда мы существуем в условиях, когда про нас можно все и как угодно, а про них ничего такое, снять небольшую комедию про принцессу Диану, такую комедию, милую с ее, так сказать, гибелью или там про Кен, попробуйте. Эта картина, она вся сама по себе, безвкусно пошла, и Бог с ней, ладно, снимайте, что хотите, про кого хотите. Но когда вы… То, что очень болезненно для людей, для тех, кто жил, для тех, кто живет, оно болезненно. Понимаешь, я считаю, понимаю, что, так сказать, могу быть выясненным, но я убежден абсолютно, что не может жить большая держава с большой историей, если в ней нет ничего-нибудь такого, над чем нельзя издеваться. Она не может выжить. Попробуй… Возьми Францию, не такая уж большая, но Францию, где есть традиция, где есть история. Есть вещи, над которыми смеяться нельзя, тем более чужие. Ну, про историю войны… Не-не-не, над какими вещами нельзя смеяться во Франции? Во Франции? Над какими вещами? Попробуй посмейся над французской революцией. Попробуй. Вы уверены, что это нельзя? Абсолютно уверен. Чем вы отличаетесь, запрещая этот фильм, от тех людей, которые, скрипя пиджаками и помешивая чай, 200 правок в родню вносили? Я отличаюсь тем, что то, что я говорю, я могу обосновать. А они не могли? Не могли. Они тоже могли обосновать этой идеологией тем, что есть вещи, афганская война, над которой нельзя не смеяться, не аллегорию даже. Я не идеологию обосновлю. Мои обоснования художественные и вкусовые. Это говно. Ну, конечно, так сказать, а почему, собственно, говно не должно выходить? Да пусть выходит. Я бы искал мою точку зрения по этому поводу. Я же не запрещаю, я не выдаю удостоверение. Я, как и ты, высказываю мою точку зрения. Это случилось, потому что так случилось. И я к этому отнесся, так как я к этому отнесся. Поэтому, если бы я это сделал, а потом ее зап... Вот это был бы вопрос. А так-то что? Я сказал мою точку зрения. И одобряю, что эта картина не была выпущена. Тем более в преддверии 70-летия Сталинградской битвы. Ну... Снимал ли режиссер Никита Михалков когда-нибудь говно? Я убежден, что... Ну, наверное, снимал. Наверное, снимал. Какие свои фильмы? Хотя я не считаю говно. Я не считаю говно. Наверное, снимал. Но я их говно не считаю. Но есть люди, которые это считают говно. И я с ними не спорю. Давайте поговорим об этом. Давайте. Семь лет прошло с момента выхода фильма «Утомлённость солнцем-2» обеих частей. Спустя эти семь лет вы понимаете, почему людям так они не понравились? Это великая картина. Это великая, Юра, картина. Эта картина не попадает в тех, кто ни хера не знает вообще ни про историю войны, которые хватаются из воздуха, из интернета обвинения в том, что не было чёрной пехоты, что люди как, с черенками. Вот это всё. Всё документально. Всё документально абсолютно. Эти самые танки с этими самыми парусами. Это есть фотографии. Это первое. Второе. Эта картина не попала... Она вышла на 8 лет раньше, чем должна была бы выйти. Эта картина не историческая картина о войне. Раньше или позже? Она вышла раньше, чем должна была бы выйти. Эта картина абсолютно о другом. Это притча, это сказка. Эта картина о боге на войне. Эта картина, Юра, о том, что на войне воюет всё, когда ты воюешь на своей территории. И паучок оттуда, и мышка оттуда, и всё остальное. И комарик. Ну не кажется ли вам, что вы увлеклись комариком, паучком, мышкой и, извините, люстрой церкви, за которую цепляется бомба, которая сбрасывается сверху? Мой хороший, я же тебе ещё раз объясняю. Это притча. Это два человека, которые перелетают через забор, как те самые, когда они бегут от церкви, как вольтежёры в цирке. Это притча. Но смысл её заключается в том, что мы, для меня, был самый главный вопрос, попытаться найти, где вот это соединение. Идут четыре человека, один осталось пописать, другие пошли, трое. Тех нет, а он ещё штаны не застегнул. Почему так? Почему они? Это картина о Боге на войне. И она именно потому о Боге, что там нету церквей, там сказать чудо. Это чудо, которое существует. Секунду. Это чудо, которое существует и которое существует только там, где воюет всё. Именно поэтому комарик спасает человека, который захотел его убить, а на самом деле в это время могли три пули ему в голову попасть. Это притча. Притча бывает разного уровня исполнения. Вот вам, когда вы пересматривали, не было, вы всё-таки создателю, вряд ли вам могло быть смешно, но вы никакого смущения не испытывали, когда та самая цитадель взрывалась из-за того, что опрокидывалась лампа, после этого она вытекала, короткое замыкание. И у немцев, у людей, в общем-то, весьма успешных по части технологического прогресса и налаживания собственного быта, сразу же всё взлетало. Это Сергей. Это гениально. Это гениально. И дело не в том, что я не сумасшедший, который считает то, что он делает всё, что он делает, гениально. Я считаю, вот я тебя прошу, пересмотри эту картину. Пересмотри её через… Ты куда её смотрел? Шесть лет назад? Нет, я смотрел два года назад. Я говорю, посмотри её через год. Посмотри эту картину через год. Она абсолютно иного смысла, нежели то, что в ней ищут. И какающий, пытающийся покакать солдат, этот самый лётчик, это всё так или иначе являет собою некоторую катурность, которая не имеет никакого отношения к реальным военным действиям. Хотя документы, подтверждающие то, что там происходит, они есть. Ну вы поняли, почему людям не понравилось? Потому что раньше время не вышло? Во-первых. А во-вторых, ты разве не видел, какая работа была сделана, чтобы она не понравилась? Кем? Ну как кем? Ну подумай. Когда мы не получили ничего в Каннах, критик Матизен написал «Ура, мы сделали это». А ты можешь себе представить, почему эту картину, после этой картины, «Гардиан», «Нью-Йорк Таймс», «Нисс Матан»… Почему на неё обрушились? Одни говорят, что сталинизм в этой картине, другие говорили, что она воспевает Сталина, она не вписывается в те законы, по которым мы её делали. А для меня есть критерий, прости, один, вообще качество. И я думаю, что ты меня поймёшь, как человек творческий. Когда 600 человек в течение пяти лет работают над каким-то произведением и не хотят его заканчивать, буквально последний семейный день, вот сейчас снимем мышку и съемка кончится, всё, картина кончится. А давайте ещё, люди не хотят, это не критики и не актёры, это группа. Это самый важный тест для меня. Никита Сергеевич, люди, русские люди не читают критика «Матиза», «Гардиан» и всё остальное. Я имею в виду, что не понравилось нашим людям, они не пошли на это в кино. Ну да, я ещё раз тебе говорю, что… Это «Гардиан» сделал так, что они пошли? Нет, ну, Тарик, ну что вы, родной мой. Наш Мишин говорил, «Матрос Михалков, купи себе петуха, морочь ему яйца». А мне надо что-то мне сейчас рассказывать. Нет, не «Гардиан». Это сделали ребята, которые… Сразу после картины «Сибирский цирюльник» я попал в топ-лист неугодных определённому сообществу, интернет-сообществу. И эта картина, которая была… Она вышла… Причём она вышла фантастически абсолютно… Тридцать копий в тридцати шести кинотеатрах, которые были в стране. Тридцать шесть кинотеатрах. Мы собрали два миллиона семьсот тысяч. Следующая картина собрала сто пятьдесят тысяч. Но какой шквал обрушился на картину. «Квастной патриотизм». После того картина вышла. Она была пропущена либеральным сообществом, эта картина. Пропустили её. Интернета не было тогда. Никита Сергеевич, а какой интернет-общественности вы говорили? В 97-й год вышел «Сибирский цирюльник». Стоп, стоп, стоп. Я сейчас говорю не про… А про цитаты вы правильно… Я говорю про цитаты. После этого всё было очень вовремя и правильно сделано. Картину начали мочить за семь месяцев до её выхода. По трейлеру в три минуты. Можно понять что-нибудь по трейлеру в три минуты? Так что это говно. Говнище. Можно понять по трейлеру в три минуты? Можно, но лучше посмотреть… Не лучше, но необходимо посмотреть весь фильм. Как можно? Объясни пожалуйста. Неужели мы такие идиоты, что мы в трейлер ставили такое, что это сразу считается говном? Ну, Никита Сергеевич, у вас есть коллеги, которые снимают говно, и уже по трейлеру видно, что это просто новое говно. Ну, это ко мне нет. И репутация смешанная… Я надеюсь, ко мне нет. К репутации, безусловно, нет. Надеюсь. Давайте к цифрам. Предстояние стоило 40 миллионов долларов, собрал чуть меньше восьми. Цитадель стоил 45 миллионов долларов, собрал полтора миллиона. Вы как… Нет-нет-нет, это неправильные цифры. Это цифры те самые? Да нет, ну что ты, родной мой, она вся стоила 40 миллионов долларов. Цитадель, это откуда-то, 100 миллионов долларов. Мы же снимали одновременно картину эту, как бы она могла стоить отдельно это, отдельно это. Здесь выйдет титр с настоящими цифрами, мы проверим, но я проверял это три раза. Не суть, в любом случае это кино, которое сильно не окупилось. Да. Вы как создатель, когда понимаете, что вы не отбились, как вы реагируете? Ну, мне печально, мне грустно, мне жалко, все что угодно, все человеческие чувства мне доступны. Но, так сказать, посыпать голову пеплом и считать, что какой ужас, я ошибся, я не буду, потому что это не так, мы не ошиблись. И я убежден абсолютно, что эта картина, она еще очень долго будет жить. Очень долго. Смотрите, источник финансирования этих фильмов — это государство и инвестиции банков ВТБ и ВЭП. Это основные деньги были. И ВТБ и ВЭП — это, как их принято называть, окологосударственные банки. То есть получается, что вы сняли кино на либо государственные, либо окологосударственные деньги, и людям в нашей стране оно вот совсем не зашло. — Не-не, во-первых, это кино снято на деньги, которые возвращались долги, по-моему, индийские долги. Там какая-то была сложная схема. Она не связана с бюджетными деньгами вообще. — Но она связана с государственными деньгами. — Она связана с… Врать не буду, Юр, брать не буду, потому что я не беру на себя ответственность, так сказать, говорить про финансирование, ибо это есть специальные люди, которые этим занимаются. — Нет ли у вас неловкости перед тем самым русским народом, что деньги потрачены не то, чтобы очень эффективно? — Нет, у меня нет такой неловкости, потому что мы создали художественное произведение. Художественное произведение. Мы же не велосипеды делаем. Это художественное произведение. Да, его заморочили, его оплевали, все, что можно было сделать, сделано. А сейчас я получаю, когда ее показывали совсем… Нет, не совсем, какое-то время назад по телевидению, я получил абсолютно невероятные отзывы людей, которые тогда эту картину полевали. Я сейчас не воправдание. Я говорю о том, что я отвечаю за качество этого произведения. Если оно кому-то не нравится, на каждый роток не накинешь платок. У Островского сказано, кто любит арбуз, а кто свиной хрящик. Пусть эти люди смотрят «Яйца Фаберже» и счастливы будут, что они это увидели. У меня по отношению к ним, так сказать, неприятия нет. Ну, мне нравится – не нравится. Нравится – не нравится – спимая красавица, есть такая частушка. Поэтому в данном случае у меня угрызение совести, если бы я украл эти деньги, эти деньги все на экране. И дай Бог, Юра, чтобы как можно больше выходило картин, где мы деньги потраченные увидели бы на экране. Финальное про кино. Раньше ваши фильмы, все те, за которые вас обожают, считают великим режиссером, они были, что называется, лидерами кинопроката. Последние три фильма, обе части «Утомленных солнцем» и «Солнечный удар», они в прокате провалились. С кем что-то не так? Со зрителями или с режиссером Михалковым? Ну, понимаешь, я же, так сказать, отвечаю за качество того, что я делаю и говорю. Если мое высказывание, оно выглядит глупым, пошлым, бездарным, но это чья-то точка зрения. Я отвечаю за то, что я делаю. Совершенно не обязательно, чтобы картина, которая так или иначе будет жить долго, сразу собирала деньги. Но я совершенно уверен, что высказывание, которое, скажем, есть в «Солнечном ударе», блин, оно сказано сегодня, как будто, когда говорит герой в конце картины, я что, не верю, что происходит, видел, не хотел ничего делать. Думал, он рассосется, а не рассосалась. Это картина в сегодняшний день. Вы просто смотрите внимательно, слушайте. Это про сегодня разговор. Не рассосется, понимаешь? У Владимира Познера 8 лет назад вы сказали «Я не понимаю, почему меня не любят». Я постоянно встречаю молодых людей, и меня это удивило. Меня это удивило, потому что это не было в моей орбите внимания. Я не зафиксировал это по чести Никиты Михалкова. Но я встречаю регулярно молодых людей, которые первое, что вспоминают про Никиту Михалкова, тот случай, когда вас метнули ботинком. Нацбол, кажется, это сделал. На дружбу с президентом Казахстана Назарбаевым пострадал и кинорежиссер Никита Михалков. — Возьми его! — Поймай! — Вот ты что, возьми, возьми, возьми! — Возьми его, все! — Завалю его там! — Успел? — Одному заехать. — Расскажите об этой ситуации, где это было? — Это было в Доме кино, в Белом зале. Дома кино. — Так, а почему он решил это сделать, вы поняли? — Ну, я не знаю, почему. Слушай, тебе имеет значение, почему тебе решили кинуть ботинком и облить тебя дерьмом? — Да, потому что я понимаю, что это некая обратная связь на то, что я делаю. Я как минимум, ну, я задумываюсь о том, почему он это сделал. — А почему я должен задумываться о том, что я сделал? — Ну, это отрицательная обратная связь, она очень часто полезна. — Значит, она от отрицания умножилась на отрицание, он получил полбу, вот и все. — Про полбу. Вы помните, как вы давали ему полбу? — Помню. — Вы помните то, что его держало два охранника? — Я не видел этого, мне было абсолютно без разницы, что там было. Абсолютно. У меня, так сказать, был костер между нами. Я бы в любой ситуации, меня бы держали, его бы держали, я был в том состоянии, когда я это бы сделал. — Смотрите, Никита Сергеевич, вот эта ситуация, вот это видео. — Да. — Сейчас. — Он бросает вас ботинком. — И вот ваш удар. — Да. — Достойно ли это поведение? — Его держат два человека, а вы из-за охранника гупите ему головой в бошку. — Егор, прости меня ради Бога, а ты о достоинстве думаешь тогда, когда у тебя перед глазами, так сказать, красное пятно от ярости? Я сознаю, и я вспоминал потом слова мамы, которая мне говорила, никогда не делай ничего того, что тебе хочется сделать после того, как тебя оскорбили. Сделай паузу, будет решение лучше. Я об этом тогда не вспомнил. Но я совершенно точно сознаю, что если бы это было еще раз, я бы сделал то же самое. Я бы сделал то же самое. Может быть, это черта характера, невоспитанность, гнус, что угодно. Я бы сделал то же самое. Не знаю, как ты поступил. — Ну это же бить лежачего. — Однущик, ты в это время думаешь? Я думал об этом, что он лежачий, стоячий. У него пистолет из кармана вынули. Ты знаешь об этом? — Нет, на видео не видно пистолет. — А ты веришь только в то, что показывают? — Ну, я доверяю тому, что я вижу своими глазами. — Ну а вот когда ты не доверяешь тому, чего ты не видишь? — Я допускаю, что может быть что-то за пределами видео. — Вот я тебе говорю, допусти то, что у него вынули из кармана пистолет. Я не знаю какой, но у него вынули из кармана пистолет. И я его видел. — Да, но удар в голову никак не повлиял на этот пистолет. Вы его не обезвредили. Он в любом случае был обезвреден. Что потом с этим парнем стало? — Ничего с ним не стало. Мы были в прямом эфире. Он такой же остался мудак, как и был. Абсолютно нацбол, так сказать, с широко раскрытыми глазами, которые продолжают существовать в партии, которые не существуют самой по себе. Мы с ним говорили в прямом эфире на НТВ. Я сказал, прости меня, брат, извини богу ради. Когда там история пошла с милицией, я сделал все, чтобы его не трогали и чтобы отпустили. И никакого такого, так сказать, бедный парень, который после этого момента, так сказать, с кривым лицом и разбитым черепом пустился во все тяжкие в Казахстане, этого нет с ним. Он продолжает существовать в том параметре его существования, в котором он жил. — В 2011 году вы говорили, я никогда не нарушал правил дорожного движения по-хамски необоснованно, не пользовался спецсигналом без крайней надобности, а если пользовался, то осторожно. Это был тот момент, когда мигалки, Михалков очень обсуждалось. У вас пропала потом мигалка, ее не стало, но… — Нет, я ее не сдал, я ее сдал. — Вы ее сдали? — Я ее сдал после того, как я ушел из председателей общественного совета Министерства обороны, после того, как я увидел, что происходит в Министерстве обороны в то время. — Вот. И вы сказали то, что я никогда не нарушал правила дорожного движения по-хамски необоснованно. Но тогда же, уже без мигалки, ваш автомобиль, в том числе с вами за рулем, не раз заставали пересекающим двойную сплошную полосу. — Там Михалков не верит? — Ну, верит. Ты как повернул? Верни ее нормально, нет? — Нормально это как? — Вот так вот. — Не со мной за рулем, дорогой мой. — А… — А с кем за рулем? — Нигде, нигде. Нигде из тех материалов, которые показывали, я нигде не был за рулем. — Кто был за рулем? — Водитель. — А… — У меня вообще в машине в этой не было. — Каждый раз у вас не было в машине? — Машиноч, каждый. А сколько этих раз? — При вас водитель никогда не пересекал? — Сколько этих раз? — Сколько этих раз? — Я видел минимум два. — Два. Вот в эти два раза у меня не было в машине, я был водитель. — Что вы сделали с водителем? — Ничего не сделал с водителем. — Он продолжал работать с вами? — Он продолжал работать со мной. — Правильно ли это? — Я должен был выгнать? — Ты бы выгнал? — Ты бы выгнал? — Я бы выгнал после первого раза. Поскольку садиться за руль пьяным и пересекать двойную сплошную, обгоняя поток на садовом кольце, когда в любой момент тебе может нанестись кто-то навстречу — это попытка убийства. — Одну секундочку. А ты соединяешь это с пьянством? — Это равносильно. Нет, я не соединяю. Я считаю, что это равносильно. И одно и другое — это попытка убийства. — Ну как? Ну одно дело, когда человек пересекает двойную линию, потому что он торопится, допустим, нарушая правила, и за это отвечает. И он нарушает тогда эти правила, когда нету встречного движения. И это на этом материале и в этом материале есть. А во-вторых, он не был пьяным. Поэтому разговор о том, чтобы пересечение двойной осевой и пьянство — они не соединяются, они не совмещаются. — Он спешил, и он обгонял людей, которые тоже спешили. Но они стояли… Нет, это точно. Все в Москве спешат. Они спешили. Он обгонял и считал, что ему позволено нарушить правила, чтобы к своим делам успеть быстрее. — А почему считал, что он позволен? Он нарушил правила. Он шел на свой риск. Он нарушал правила. Если бы его остановили, его лишили бы прав, его бы оштрафовали. Он за это был бы наказан. Его не остановили. — Никита Сергеевич, вот за этим стулом. В программе «Без огон» вы постоянно говорите о нравственности. О том, что нужно жить по закону. О том, что эти законы нужно соблюдать. И в таком случае у нас… Мы будем жить лучше, чем живем сейчас. Ваш водитель злостно нарушает законы управления автомобилем в Российской Федерации. — А вы его сейчас оправдываете. — Я его не оправдываю. — Как разговор о нрав… Ну, он продолжает работать с вами. — Ну что… — Вы не применили к нему санкций. — Откуда ты знаешь? — Вы сказали мне об этом две… Вы мне сказали об этом две минуты назад. — Нет, ты меня спросил, выгнал ли я его. Я его не выгнал. — Так. — Почему? Что я не применил к нему санкций. Я его не выгнал. — Какие санкции вы к нему применили? — Я с ним очень жестко поговорил. — И все? — И все. А что, просто стрелять его надо было? Повесить? — Нет. — А если бы я его повесил? Я правильно поступил? — Нет. Вы бы нарушили закон Российской Федерации. — Так. — Это самосуд. — Так. И что? — Значит, вы бы поступили неправильно. — Правильно. Значит, я поступил правильно тем, что я его отругал. — Никита Сергеевич, вы считаете себя частью русского народа? — Нет. — Не считаете? — Нет. — Ну, потому что это слишком большая честь. Честью целого народа. Ты себя считаешь частью народа? — Я один из представителей русского народа, да. — Ты про честь спрашиваешь? — Ты меня не спросил? — Вы считаете себя представителем русского народа? — Я бы сказал, да, считаю. — А когда вы ездите с мигалкой, когда вы работаете с водителем, который обгоняет по встречной полосе, создавая угрозу жизни всем остальным его участникам движения, вам не кажется, что вы ставите себя выше других представителей русского народа? — Демагогия невероятная. — Когда у меня была абсолютно разрешенная официальная мигалка, а мигалка существует для того, чтобы иметь возможность проехать быстрее, чем другие, потому что ты имеешь такое право на это, ты им пользуешься. Когда у тебя нет мигалки, и ты ее отдал, это другой разговор. Поэтому здесь, так сказать, говорить о том, что я езжу с мигалкой, нарушая правила, потому что я себя чувствую выше русского народа, ну, наивно, Юр, ей Бог. — А у вас еще была тогда у машины так называемая «непроверяйка», предписание о том, что эту машину можно не проверять. Она осталась до сих пор? — Нет. — Зачем она была нужна тогда? — Для того, для чего была нужна мигалка. Чтобы иметь возможность повернуть там, где нельзя повернуть, если ты торопишься. — Вы не испытывали дискомфорт, когда она у вас была? — Нет, никакого. — Только удобство? — Конечно. А ты бы испытывал? — Конечно. — Дискомфорт? — Конечно. — И как это было бы? — Как это было бы? — Да. — Ну, я не понимаю, почему она вообще должна быть. Кого-то, кроме двух ведущих людей… — Нет, ну, если у тебя есть, если она у тебя есть, то как дальше? Вот ты поступаешь. — Ну, я бы отказался от нее. — А тебе предлагали? — Мне нет. — А мне предложили. — И вы согласились? — И я согласен. — Так вы действительно не понимаете, почему вас многие не любят? Возвращаясь к интервью Спознеру. — А ты знаешь, я тебе скажу так. Не страшно быть нелюбимым ни за что. Страшно, когда есть за что не любить. Меня не любят люди, которые меня не знают, Юра. И для меня было бы очень страшно, если бы меня не любили люди, которые меня знают. И не любили меня за то, за что они меня знают, что они во мне знают. И в этом смысле, так сказать, я никого из них не обвиняю. Но поверь мне, поверь мне, что если ты почитаешь, что про меня пишут мои недруги, эти люди меня не знают. Поэтому, по большому счету, я не испытываю комплекса по этому поводу. На каждый роток не накинешь платок. Только червонец нравится всем, как говорил Бунин, понимаешь? А человек — это единство противоположностей. Вот если я почувствую, что меня не любят люди, которые меня знают, вот там Саша Адабашьян или Артемий Флюш, или там Юра Купер, если я это почувствую, это будет трагедия для меня, реальная трагедия. А остальное Бог увидит. Хочу немного про лексику с вами поговорить. 1996 год. Ваша фраза. «Сегодня я буду поддерживать Ельцина и только — это его крест, ему нет альтернативы». 2009 год. Для Путина власть была и остается крестом. Возникает вопрос. Никита Сергеевич, вы про всех президентов будете говорить вот в такой интонации и с такой лексикой? Даже если, допустим, Ксения Собчак вдруг станет президентом. Нет, ну понимаешь, ну… Разбирайте людей, Юра. Когда я говорил про Ельцина, это… Альтернативы ему не было. И я не знал того, что потом узнали все, я в том числе. И я надеялся, я верил в то, что для него… Потому что, опять же, исходя из того, чего меня учила мама, бойся людей, для кого власть — мечта, а не крест. Я не видел тогда, что для Ельцина власть есть мечта. И в то же время я увидел, когда… А это, кстати говоря, относится не только к президентам. Человек, который несет свой крест в моем понятии, человека православного. Это знаковая вещь. Это то, что он на себя берет. К чему его Бог призвал. Знаешь, замечательная история про то, как человек пришел к Богу и говорит, «Слушай, у меня очень тяжелый крест. Какой-то неудобный, дай мне другой». Он говорит, «Ну, убирай». Пропробовал этот, этот, этот. Потом говорит, «Вот это, вот это». Говорит, «Да ты с ним пришел». Понимаешь, поэтому, когда я говорю про крест, это не фарисейство и не фигура речи. Это реальное осознание того, человек пришел сюда для того, чтобы доесть то, что не доели другие, или потому что он верит в то, что он может что-то сделать. И он несет свой крест. Вот и все. Вы известный противник Ельцин-центра. У вас к нему много претензий. Давайте проясним, что вам не нравится? Ложь. В экспозиции? Ну, во всем. В мультипликационном фильме, который показывается, абсолютно подтасованном, где вся история страны – это мерзость, грязь, подлость, кошмары, гнусь. Где нет людей, которые делали страну, а страна была сделана, и она была. Где нам рассказывают про, так сказать, нам ни одного слова не говорится про развал того, когда продавали линкоры и корабли за 270 тысяч долларов и так далее. Этого я не знал. Этого никто не знал. И тут дело не в том, что я, так сказать, тогда как бы подмахивал, а потом он ушел. Я был в изгоях у Бориса Николаевича за то, что я поддержал Рудского. И это продолжалось все время. После того, как уже, так сказать, я работал на его выборах. Меня называли Рудский… То есть, подождите. В 1996 году, когда в этом ярком, абсолютно фантастическом галстуке вы вышли и толкнули огромную речь… Не огромную, а эффектную речь в поддержку Ельцина. Не переизбрать Ельцина сегодня – это значит всем нам, всему народу расписаться в своей беспомощности, в суетливости и в отсутствии исторической воли, государственного мышления и храбрости. Да-да, именно храбрости. Ибо храбрость, по словам великого политика Тэмура Тамерлана, это терпение в опасной ситуации. Там, где вы произнесли фразу «не переизбрать Ельцина сегодня» значит всему народу расписаться в собственной беспомощности, в суетливости и отсутствии исторической воли. Ельцин сидел за тем же столом. И он после этого по-прежнему был на вас в обиде? Подождите, ты меня слушаешь, что я говорю. После истории с Рудским. Понимаешь, слышишь меня? Вы про 93-й год имеете в виду? Да. Так, а выступали в 96-м. Я тебе говорю, после этого я попал в немилость, именно потому что я считался Рудскистом. Но и тогда я не знал, так сказать, того, что потом узнали все, и узнал я в том числе. Так, Никита Сергеевич, еще раз. Рудскистом он вас стал считать в 93-м. Вот это выступление, которое сейчас появится здесь, это 96-й. Так. И? И? И после этого выступления немилость сменилась на милость. Я правильно понимаю, Ельцина? Да нет, у нее не было тогда немилости. Ну что же, давай по хронологии-то, так сказать, возьмем за основу. Кто был тогда кандидатом на место президента? Ельцин и Зюганов. Значит, я поддерживал Ельцина, потому что я не представлял себе, чтобы пришел к власти Зюганов. У меня другого выбора не было. И я это делал абсолютно искренне. Не за деньги, не за славу. Я это делал искренне, абсолютно. И не за то, чтобы вас перестали считать руцкистом и противником Ельцина. Тогда не было руцкиства, родной мы. Ну не путай острое с белым. Это происходило в 96-м. Никита Сергеевич, я все понимаю. Вы сейчас сами сказали, что Ельцин не любил вас за то, что в 93-м году вы поддержали не его. Да. И вот чтобы он снова полюбил вас, или впервые полюбил вас в 96-м году, им можно было выйти на трибуну и сказать, что я поддерживал Ельцина на этих выборах. Не такая логика была? Ты совершенно меня запутал и запутался сам. Я еще раз тебе говорю. И когда я говорил это про Ельцина, я говорил это потому, что не было другой альтернативы. Итак. Итак. А был выбор? Все, я понял. Потому что Зюганов, коммунизм вернется и все остальное. Никита Сергеевич, а почему нельзя было быть ни за Зюганова, ни за Ельцина? Чтобы через 22 года я не пришел к вам в этих рваных джинсах и не спрашивал о том, вот почему же вы были тогда за Ельцина, а сейчас мочите его из всех орудий. Бля. Ты вообще допускаешь возможность того, что человек, узнавая что-то, меняет свою точку зрения, прозревая к чему-то, или не допускаешь этого? Абсолютно. Только дурак не меняет свою точку зрения. Значит, если это так, я абсолютно аргументированно тогда поддерживал Ельцина, потому что я не знал ничего того, что мы узнали потом. И когда в результате обнищание и всего этого дела... Посмотри мою картину «Анна от 6 до 18». Эта картина снята в 93-м году. Посмотри эту картину. В этой картине все уже рассказано. Все, что я потом повторял во всех интервью и так далее, и так далее. Я говорил, нужны перемены? Да. Но не такие и не так. Поэтому в данном случае я могу подтвердить то, что я, так сказать, существую в параметре своих отношений, своего отношения с жизнью, тем, что я делаю. Поэтому в данном случае, когда ты говоришь мне про Ельцин-центр, я аргументирован абсолютно. Ты не согласен с этим? С тем, что слишком комплементарная выставка? С тем, что Ельцин-центр — это пропаганда Бориса Ельцина. В этом имею в виду. Я не видел всю экспозицию. Я не могу утверждать. Но я вполне допускаю, что она действительно довольно однополярна. Дело не в однополярности. Она... Как во многих других музеях. Дело не в однополярности. Она искажает реальное представление о том, что мы получили. — А почему нельзя было быть ни с тем, ни с другим? Почему нельзя было просто снимать кино? И пропустить эти выборы? Раз одно — зло воюет с другим. — Ну, это же есть абсолютно разные характеры. Я думаю, что Корней Чуковский, наверное, пропустил бы, а мой отец не пропустил бы. Потому что я существую в этом обществе и так или иначе надеюсь влиять на него, потому что оно влияет на меня. Что в этом конъюнктурного? — Адмирал Колчак для вас герой? — Да. — Если можете коротко, почему? — Ну, понимаешь, достаточно знать, как он погиб. — Вы имеете в виду то, что он сам командовал своим расстрелом? — Да. Колчаку приписывают фразу «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти». Колчак был прав? — Ну, наверное. — Как верующий человек верующему человеку. То есть мне. Скажите, можно ли оскорбить, можно ли действительно оскорбить чувство верующего? — Конечно. — А что за цена тогда такой веры, если ее можно оскорбить чем-то? — Еще раз. Не понял. — Объясните, почему ее можно оскорбить? Я, как верующий человек, не понимаю этого. Я понимаю веру как интимное пространство и какое-то публичное что-то происходящее вокруг, и опять-таки не нарушающие законы Российской Федерации, не разрушающие церкви и все остальное, оно лично мою веру не может оскорбить. — А мою может. — Почему тогда нельзя оскорбить чувство неверующего человека? — Наверное, можно. А чем? — Чем, что ты веришь, а он нет. — Почему тогда за одно есть уголовная статья, а за другое нет? — Не знаю. Это не ко мне. Но для меня более чувствительно оскорбление верующего человека, нежели человека неверующего. Не знаю почему, но это так. — Ну, потому что вы из лагеря верующих. Наверное, из-за этого. — Ну, конечно. В 2011 году, комментируя стихийное бедствие в Японии, в результате погибло 16 тысяч человек, вы заявили… Дальше длинная цитата. Посмотрите, что происходит в Японии. Дело даже не в вере в православие, христианство или буддизм, а в безбожии внутреннем. В отсутствии представления о том, что ты не один живешь. Отсутствие внутреннего самоограничения. Все связано. И постоянное использование, уничтожение окружающего мира, оно приводит к тому, что Господь говорит «Ребят, вы чего? Вы чего делаете?» И посылает бедным японцам десятибальное землетрясение с цунами с реактором. Давайте уточним, спустя семь лет вы не отказываетесь от этих слов? Абсолютно. Ты посмотришь, что творится в мире. Ты посмотришь, что творится в мире. Как горит Калифорния, как затопляют Европу. Это что, думаешь, просто так происходит? Это кара Господня? Конечно. А за что Господь наказал Крымск в 2013-2012 году, когда 170 человек смыло? А дело же не в том, что Господь наказывает иностранцев. Он наказывает человечество, а не иностранцев. И нас в том числе. Поэтому разговаривают не о том, что вас, иностранцев, Господь наказывает, потому что вы иностранцы. Нет, он наказывает всех. И тебя, и меня. Всех. За предательство человеческого существования. За предательство традиций, культуры, истории, религии. За возможность гендерно влиять на аутистов в Англии. То, что происходит сейчас. Просто 17 человек, детей, которые даже не понимают, что с ними делают. Их приводят к возможности, к необходимости. И их желанию поменять пол. Вот за это наказывают, Юра. За это. И будет наказывать. Мы не можем остановиться, Юра. Мы не можем остановиться. Так, давайте поймем, мы — это кто? Мы — человечество? Мы — человечество, да. А почему до Крымского приводили только иностранные примеры? Япония, Калифорния. Вы не собирались привести русский пример? Ну, я просто, когда я разговор был в 2011 году, я говорил про это. Продолжаю говорить и сейчас тоже. И думать про это. Но я не на каждый чих. Не на здравствуешься. Почему Крымска? Я могу привести те примеры, которые у нас происходят. Допустим, наводнения, которые там были в Омске или еще где-то. Я не говорю о… Понимаешь, это ведь вопрос метафизический. Я так чувствую. Я вижу, как человечество предает, так сказать, самое себя. Я вижу, как Европа умирает. Просто умирает от невозможности сказать ни да, ни нет. Я вижу зависимость невероятную человечеству. Я вижу, что невозможно представить себе, и я в это глубоко верю, что человек, руководящий страной, может думать о будущем, если у него нет детей. Как у Меркель там или как у Макрона. Это очень важная вещь. Она метафизическая. Сейчас можно перевести это в шутку. Говорить о том, что сошел с ума и так далее. Но эти вещи, они очень тонкие. Человек, который никогда… Женщина, которая никогда не вставала ночью перепеленать своего ребенка. У нее другое отношение к миру, к будущему, к другим детям, к другим людям. Это так. Понимаешь? Поэтому, когда я говорю об этом, это не, так сказать, философское открытие. Это мои размышления по этому поводу. И я так думаю. Я в это верю. По вашему талант – это Божья искра? Конечно. Может ли человек исчерпать эту искру? Конечно. Если он решит, что это его собственность. То есть, в практическом смысле, что это значит? Это значит, что человек, который не понимает, что он только проводник, награжденный Богом, талантом между ним и остальными людьми, которые его не имеют, а решает, что это его собственность, и начинает пользоваться это, чтобы мягче спать и слаще есть, он может проснуться бездарным. И не будет понимать, что с ним произошло. Будут виноваты все вокруг. Не было ли у вас никогда опасений, что вы проснетесь бездарным? Есть. Все время. Когда они впервые стали к вам приходить? С самого начала. С детства. Как вы боролись с этим? Никак. Делать, что должно, и пусть будет, что будет. Но опасность, она всегда есть такая. И поэтому это очень важно для себя оценивать по тому, когда ты берешься за что-то делать в творчестве, для чего ты это делаешь, ради чего. выгодно, модно, заплатят, и так далее, и так далее. И если ты не можешь этого не делать, значит, делай. — Вы боитесь умереть? — Да, конечно. — Был момент, когда вы ближе всего были к смерти? — У меня было несколько моментов, когда мы были в походе на собаках на Камчатке, где я замерзал, реально замерзал. Ну, понимаешь, ты, может быть, даже не знаешь, что ты близок к этому. Это ведь может происходить, когда ты… а потом ты осознаешь это, что это могло бы быть. — Ну понятно, комарик, да, которого ты мог не заметить. — Конечно. — А последний раз, когда вы заметили это, что вы были близки к смерти? — Это было… да, на Камчатке. — Когда вы служили в армии? — Когда служил в данном флаге. — Тот, кто помнит ваши фильмы, первые, не первые, а волну советских фильмов, которых вы снимали, знает о том, кто такой Юрий Богатырев. Юрий Богатырев — великий русский артист? — Великий русский артист. — Расскажите о нем, потому что мое поколение вообще не представляет, кто это такой. А это великий русский артист. — Это самородок невероятный абсолютно. Это… Нас называли «Лось номер один», «Лось номер два». Юра Богатырев — одареннейший такой, одаренный, возрожденческий одаренный человек. Он потрясающе рисовал. Он прекрасно играл на рояле. Он был… Он первый раз в жизни сел на лошадь. И через три занятия он скакал вместе со мной, который вырос на конном заводе в картине «Своей среди чужих» по горной дороге. Вот так, как он скакал. Это легенда… Потрясающий был человек. Но при том абсолютно никак не связанный внутренне со своей фактурой. Когда мы снимали сцену, где они должны, где он должен бить этого самого Кайдановского, и я говорю… Я говорю… Я говорю… Ну-ка, покажи… Ну-ка, сожми кулак. И вдруг он вот так сжал кулак по-женски. Я говорю… Юр, ты когда-нибудь дрался? Он говорит… Нет… Я говорю… Юр, вообще кулак так складывается. А… Мог играть всё. Расцветал в жестокости к нему. В жесткости невероятной. Вплоть до того, чтобы, так сказать, просто дать затрещину. Оскорбить его. Что ты в полной ничтожеств. Ты ничего не можешь. Всё, давай, иди уходи. Ну вот, есть такие актеры… А есть актеры, которых нужно аккуратно тащить, чтобы они… Они разного требуют… Каждый разного и требует к себе отношения. И работы с ним. Но Юра… Он… Для того, чтобы достичь результата. Экстремального какого-то. Для него нового. Для него нового. А это очень важно. Потому что вся картина, допустим, «Свой среди живых» это всё было противу его, так сказать, сущности. По характеру, по, так сказать, да? Матёрости и так далее. Нужно ему всё время было ломать. Просто, просто ломать. Почему он так рано умер? Я думаю, он загнал себя. Или загнали его. Он… Он был очень неустроен. Я… Много ходила, так сказать, истории про его личную жизнь. Про его… Ориентацию. Ну, я… Ничего этого, так сказать, близко не видел. И подтвердить не могу. Но то, что он был… Он… 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 Понимаешь? Никита… Ну, ты понимаешь? Эти суки каждый день меня видят в телевизоре. Два капитана. Очередь стоит, километровая, за туалетной бумагой. Ни одна сука меня не пустила, не узнал никто. Слёзы на глазах. У него трагедия была для него, что… А он обладал гениальным абсолютно свойством артистическим. Моль. Никакой. Поэтому, может быть, любой. Лена Соловей. Никакая. Может быть, любой. А есть актеры, приговоренные уже к своей фактуре. Там, вот… Боярский, там, Шпага… А он никакой. И он, который… Действительно, каждый день смотрели по телевизору люди, которые… Он говорит, можно? Да подожди. И он это не мог пережить. Для него это была очень большая трагедия. В книге Натальи Боброва «Юрий Богатыров не такой, как все» Ваш друг Александр Адабашьян, человек, которого вы знаете за 12 лет, говорит, что Богатырева угнетало то, что он был геем. Он был геем. Спрашиваю я вас. Я не знаю этого. Я просто этого не знаю. Потому что у меня никогда не было повода… Когда мы снимали картину «Свой среди чужих», об этом и речи быть, и в то время не могло, потом я его личной жизни не знаю. Я слышал об этом, что это так. Но я не могу этого подтвердить. Вас считают гомофобом, последователем, исходя из ваших заявлений. Давайте разберемся, так ли это. Как вы относитесь к гомосексуалистам? Я не люблю их. Почему? Ну, для меня это противоестественно. А почему ты их любишь? Ты их любишь? Я отношусь к ним так же, как и всем остальным людям. До тех пор, пока они помнят, что свобода другого заканчивается… где начинается свобода другого. Ну, у тебя есть дети? Да. Мальчик и девочка? И мальчик и девочка. Ты хотел бы, чтобы мальчик стал… Я не хотел бы, но я отнесусь к этому нормально. С трудом, с ужасом… Ну, я хочу… Я хочу… Я, в общем, хоть и не консерватор, но что-то консервативно ко мне есть. Но я пересилю себя. Как говорят, дети — это не мы. Дети должны жить своей жизнью. И поэтому я отнесусь к этому нормально. А если ваш внук, Никита Сергеевич, вдруг придет и скажет, «Дед, я гей», как вы отреагируете? Ну, я… Никак нет… Его переделать бессмысленно, но… Вы продолжите общаться? Ну, конечно, почему же нет? Он будет приезжать на ваши семейные обеды, ужины? Ну, а почему нет? Это же… Понимаешь, я же не про уголовный кодекс говорю и не про истребление. Я говорю о том, что мне не близко. Раз. Я говорю о том, что для меня легализация, скажем, однополых браков — это истребление человечества. Для меня. Я могу ошибаться. А все остальное, так сказать… Если человек живет этим, это его устраивает, в этом он живет, ради бога. А если он, так сказать, это пытается внедрить вокруг себя, я против этого, я не хочу этого. Смотрите, вы сказали, что… Ну, вы сказали, что я отношусь плохо все равно к геям. При этом, в ваших фильмах, помимо Богатырева, снимается, ну, как минимум, еще несколько актеров. Я не буду называть их фамилией, потому что таким образом я буду делать им аутинг, а это некрасиво. Который гей, это известно. Не любить геев, но при этом снимать их в своих фильмах на ведущих ролях — это не лицемерие? Почему лицемерие? Слушай, ты меня поражаешь просто. Почему лицемерие? Я к этому… Не любить геев и любить хорошего артиста… А… О чем… Вообще, о чем… То есть, вы разделяете… Почему я должен это связывать одно с другим? Пусть он живет с кем хочет и трахает кого хочет. Если он… То, что нужно мне для того, чтобы быть в кадре, и это меня устраивает, у меня абсолютно без разницы, кто он. Ну, если меня устраивает. Как артист? Да. Вы точно это слышали тысячу раз. Почему про вас так часто говорят, что вы тоже гей? Слушай, это очень выгодно. Ой… Это очень выгодно. Почему? Ну… Потому что я не гей. А в чем выгода? Ну, выгода во всем. Когда тебя упрекают в том, что у тебя там тот роман или здесь роман на… Вы же я гей. Наверное… Какой с ним у него роман? Вы что, он гей. Замечательно, очень удобно. Я абсолютно этому не сопротивляюсь. Даже в лоб никому не дам. Тогда давайте просто проясним. Вы когда-нибудь испытывали влечение к мужчине? Какое? Сексуальное. Никогда. Ваш отец был атеистом, а вы верующий. Были ли у вас на этой почве конфликты? Нет. Отец был очень осторожным человеком. И мама выцерковляла нас. И когда приходил священник, отец просто уходил из дома. Когда в ЦК его спросили, Сергей Иванович, как вам священник ходит? Отец сказал, вы понимаете, моя жена 10 лет меня старше. Она родилась в 1903 году. Когда умер Ленин, она уже была взрослой девушкой. Я не могу ее переделать, поэтому что мне делать? Вот она так воспитана. И это очень, так сказать, успокоило всех. Но это дало возможность нас выцерковлять с детства. Вы пытались, когда росли, а мужчины формировались довольно рано, учитывая, какие фильмы вы в 30 лет снимали, вести проповедь с отцом? Проповедовать и обернуть его верой? Я никогда этого не делал, потому что он никогда не проповедовал атеизм своего. Никогда. Он был, так сказать, осторожен, но он не… Слушайте, Юра, он спас на Афоне монастырь Пантелеймона. Этот монастырь, который… Это была гениальная история абсолютно. Он был первым, единственным советским человеком, героем соцтруда, который попал на Афон в Пантелеймонов монастырь. Его встретили там монахи. Их там было 17 человек. Они были… Греки ждали, пока они вымрут. Самому младшему было там 70 с чем-то лет. Они его накормили рыбой, дали вина, показали гениальную библиотеку и сказали, что если мы уйдем, вот это все достанется грекам. Если сюда придут молодые монахи… Русские. Русские. То это все пропадет, уйдет от нас. Отец вернулся, пошел к Брежневу. И стал ему говорить, вот монахи тот… Чего? Какие монахи? Чего там? Какой монастырь? Он говорит, там несметные сокровища. И тут же он дал команду в управление по борьбе с религией. И туда отправили молодых монахов. И он спас тем самым… Он спас Пантелейнов монастырь, он остался в юрисдикции Русской Православной Церкви. Как ваш отец отреагировал, когда Путин предложил, я так понимаю, сначала вам, чтобы слова гимна были переписаны и гимном России стал тот гимн, который был раньше советским? Еще раз. Мне что-то… Смотрите, как это произошло? Мне предложил переписать? Не-не-не, Путин сначала вас. Ваш отец уже в возрасте тогда был, насколько я понимаю. Да. Путин же вас сначала пригласил и обсудил, Никита Сергеевич, как отец отреагирует на то, что если мы вернем гимн… И он, Сань, так же был. Да, это именно так. Так. А вы пришли с этим к отцу. Как он отреагировал? Он сказал «хорошо, попробую». И написал замечательные слова, на мой взгляд. А у него вообще в этом смысле, мне кажется, очень точное было понимание этого. Он говорил, и правильно говорил, на мой взгляд, что гимн — это гражданская молитва. И это правда. Вы же хотели «Гражданская молитва» видеть другую композицию, на музыку Артемьева. Так? Был такой вариант этой музыки, когда вообще не было даже мысли о том, чтобы оставить музыку Александрова. Там было много всяких вариантов. Была хорошая музыка Артемьева. Но когда вы решили оставить музыку Александрова, что на мой взгляд правильно, то совершенно естественно эти слова написал отец. Была курьезная история, когда один работник аккуратно спросил меня, не могу ли я поговорить с отцом, чтобы у него появился соавтор за сто тысяч долларов. Я говорю, я вам скажу, конечно. Дальше был очень смешный диалог с отцом. Такого виртуозного мата я не слышал давно. — Кем работает человек, который напрашивался соавтор? — Не имеет значения. — Это политик? — Соавторы? — Да. — Соавторы — нет. А предлагал политик. — Но фамилия должна была быть не политика, а человека, которого он лоббировал, да? — Ну, конечно. — Почему вы считаете правильным это? Вы человек, который без восторгов относится к Советскому Союзу как к государству. И вы за то, чтобы вернуть гимн Советского Союза. — Ну, Юрий, потому что я уже говорил в самом начале нашей беседы о том, что не может великая страна жить без того, чтобы не существовало нечто, что является для людей неприкосновенным. Или что продолжает так или иначе в памяти людей вот это вот сосуществование с бесконечностью. С момента, как только появился в 44-м году гимн, а появился он в тяжелое, как сам понимаешь, время, он стал реальным, так сказать, знаком государства. И я считаю, что… — То есть гимн — это та вещь, которую нельзя трогать? — Да. — При этом ваш отец переписывал слова этого гимна? — Да. — Сначала с 44-го по 57-й, по-моему, или по 54-й это было со словами про Сталина, а потом нужно было… Потом он играл вообще без слов, а потом нужно было без Сталина сделать. — Да, так и было, да. — Так все-таки это штука, которую можно менять. — Ну, ты понимаешь, я же не говорю о том, что нельзя менять. Я говорю о том, что должна быть та преемственность, если она в ее можно оставить, она должна оставаться. Если иметь в виду переделывать слова этого гимна, то совершенно правильно, когда вся история со Сталиным повернулась другим боком совершенно, то гимн оставаться с теми же словами не мог, поэтому были написаны другие слова. — Ваш папа рассказывал то, что Сталин вносил корректировки в гимн в 44-м? — Ну, это не совсем так. Он… если ты хочешь, расскажу эту историю. Он попросил их с Регистаном, его пригласили, они приехали с фронта, сидели в Арагве, пили, их нашли, привезли. Они прошли мимо сидящих маршалов и генералов, и он их ждал. Открыли первую дверь, вошли, закрыли ее за собой, а то еще не открыли. И оба, как по команде, оба перекрестились перед тем, как открыть ту дверь туда. Там ходил Сталин, сказал, что вот так и так, мне кажется, это хорошие слова, но может поправить вот, может быть, что-то вот такое вот. — Кто автор строчки «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил»? — Я не знаю. — Ваш отец или сам Сталин? — Не, не Сталин точно. То есть, я сейчас, я не буду врать сейчас ничего, я просто не знаю, что это. Но, но, когда он сказал, что вы можете поправить, отец смотрит и говорит, я смотрю, работаю вот так вот, секунду. И говорит, а Регистан хитрый, то взрослый человек, говорит, час нам нужно. Они их отвели в комнату за кабинетом. Отец говорит, слушай, ты там до работы? Он говорит, ты что, не понимаешь? Поправки Сталина сделают за три минуты? Ты чего? Послушай, они просидели ровно час, вышли, принесли текст. Он посмотрел, сказал, ну, все правильно. Вообще-то можно было за три минуты сделать. Когда было объявлено присуждение Пастернаку, Борису Пастернаку Нобелевской премии по литературе, его исключили из Союза писателей СССР, а ваш отец написал по этому поводу следующие строки. «Антисоветскую заморскую отраву варил на кухне наш открытый враг. По новому рецепту как приправу был поварам предложен Пастернак. Весь наш народ плюет на это блюдо. Уже по запаху мы знаем, что откуда». Ну и дальше у него была еще речь на выступлении Союза писателей. Понятно, что дети за родителей не отвечают. Но вы скажите сейчас, в той ситуации ваш отец был прав? Я не уверен, что… Понимаешь, в той ситуации ты правильно ставишь вопрос, был прав или нет. Пастернак – великий поэт. Реально великий поэт. И я думаю, что в тот момент эта волна, которая, так сказать, возникла, она была очень мощной инерционной волной, под которую попало очень много людей. В том числе и мой отец. Думаю, мы никогда об этом не говорили, но думаю, что он… Да, конечно, можно сказать, что такое было время. И очень многие люди этим оправдывают свои поступки. Но я знаю, что это единственный его поступок, который, в общем, наверное, не очень сослагается с правильным поведением по отношению к коллеге. То есть вы считаете это неправильно? Я считаю, что это неправильно. Но, повторяю тебе, никто не знает, как кто себя повел в такой ситуации. А ты знаешь, как? Нет. Интересно? Да расскажите, да. Пожалуйста. Пятый съезд кинематографисту. А, так. Как? Как? Я единственный человек, кто выступил в защиту стариков. Таких, как Бондарчук, Ростовский и так далее. Единственный из трех тысяч человек. И это было мое право. Я стал изгоем полным. Какой ты год? Восемьдесят какой-то. Восемьдесят пятый был. Угу. Я был единственный. Я не к тому говорю, что я такой молодец. Но я говорю о том, что если ты реально понимаешь, что ты не можешь поступить по-другому, ты должен поступить так. Вашего отца просто… Хотя неизвестно, кто бы как поступил. Бывает очень страшно, наверное. Вашего отца спрашивали, как так получается, что вы при Сталине, при Брежневе, при Хрущеве всегда в порядке? И отец отвечал, Волга течет при всех берегах. А как на такой же… При всех берегах, при всех властях. Окей. Возможно, я неправильно процитировал вашу книгу. Возможно, это легенда… Не легенда… При всех берегах это… Волга течет при своих берегах, но при всех властях. Как бы вы ответили на этот вопрос? Я бы ответил… Почему вы всегда в порядке? Если бы мне хватило ума, так ответить, я бы это сделал точно так же. Отец был великим детским поэтом и очень талантливым человеком. Кстати говоря… Опять же, это на отца похоже, когда он говорил… И видишь… И идет человек, я говорю… Вижу, он говорит, страшное говно. Я говорю, почему? Он меня не любит. Его действительно не любили плохие люди, как правило. Плохие? Да. Только плохие? Ну… А как вы думаете, вас любят… Не любят плохие люди? Я уже на это ответил вопрос. Не знаю… Которые меня не знают. Я не знаю, плохие ли они или нет. У Познера вы сказали, я дружу не с властью, а с людьми. Можно ли ваше отношение с Владимиром Путиным назвать именно дружбой? Да. Да. Когда эта дружба зародилась? Довольно давно. Еще до того, как он был президентом и даже до того, как он был премьер-министром еще раньше. Как? При каких обстоятельствах? У меня пригла… Он уже работал в администрации, меня пригласили со странным вопросом, действительно ли я собираюсь баллотироваться в президенты. Так. Я сказал, что нет, не собираюсь. Так он познакомился. Он приглашал? Да. Вы расскажите, какой он друг? Ну, понимаешь, некорректно, потому что… Ну, только представь себе, ты меня спрашиваешь, какой он друг? Я говорю, плохой. Ну, тогда что с ним дружишь, правильно? Сказать… Я знаю, что у него есть друзья, которые с ним дружат намного больше лет, чем я. Практически есть кое-кто, кто дружит с ним с детства. И эта дружба продолжается. Ну, вот тебе ответ, значит, это… Дружба зависит не от того, кем ты являешься, а насколько ты, так сказать, любишь того, с кем ты дружишь. И как ему верен. Он верный друг. Как часто вы встречаетесь? Ну… Раз в месяц? Да нет. Мы встречаемся по каким-то поводам, которые возникают, но они не носят, так сказать, такого регулярного характера. Я имею возможность общаться и рад этой возможности, но я не стараюсь ею, во-первых, не злоупотреблять, а во-вторых, я никогда Юра и ничего не попросил у него для себя. Вы же соседи по домам, я правильно понимаю? Где? В Подмосковье. Нет. Нет, он живет в резиденции в горках, а я живу на Никольной горе. Ага. Мне казалось, что это совсем недалеко друг от друга. Ну, это недалеко, но они не соседние. Бывает, что вы просто можете заехать на день рождения или как-то вот просто с работы он может заехать к вам в тот день, когда у вас день рождения? Ну, такое было, но это нерегулярная вещь, и я не хочу ею, так сказать, злоупотреблять, потому что это иногда носит разрушительный характер, по крайней мере для окружающих, поэтому я стараюсь к этому относиться очень деликатно. Что вы имеете в виду? Предварительную работу ФСО? Нет, я имею в виду, ты понимаешь, как однажды, когда он у меня был, и ребята из ФСО мне сказали, слушай, знаешь, почему он тебя любит? Потому что он никогда не выходил отсюда с папкой бумаг, которые ему носовали люди, которые там присутствовали, поэтому я стараюсь, так сказать, не пользоваться этой возможностью. Главный герой фильма 12. Это же Владимир Путин? Нет, почему не все? Потому что я смотрю и вижу то, что вы там играете Владимира Путина. Более того, я вижу там желание сделать приятно Владимиру Путину в вашем лице. Ты как себя чувствуешь? Очень хорошо. Не, я не уверен, с чего ты взял. Это никакого отношения к Владимиру Путину не имеет, абсолютно вообще никакого отношения. Это история, которую мы писали, это высказывание по срезам общества, и очень мне дорогое высказывание, и очень важное высказывание для меня. Но никакого отношения к Владимиру Путину не имеет. Там просто разные слои, выражающие, происходящие в сегодняшней нашей жизни. Вот и все. Поэтому я играл этого человека, но он не герой. Герой картины Маковецкий. Конечно. Мне-то казалось, что разрулили все вы. Нет, но... Герой картины тот, кто первый пошел против всех, сказав, что я против. Вот кто герой. Если бы этого не было, они разошлись. Почему вы сделали его офицером? Потому что я считаю, что очень во многом единственные, даже не многие из тех, кто сохранил какое-то достоинство в 90-е годы, все-таки были люди, которые были воспитаны в армии. Как это получается, что вы критикуете всех, кроме Путина? Вот в этом самом как раз кресле Бесогона, когда вы говорите на общественно-политические темы, под критику попадают все, кроме вашего друга. А кто все-то? Ну, когда вы анализируете, что происходит, грубо говоря. Зимняя вишня, трагедия, которая случилась там, у вас выходит просто в духе Навального материал, в котором вы рассказываете, в каком ужасе та система, которая, та часть системы, которая отвечает за то, чтобы такого не происходило. Никогда в таком докладе не прозвучит фамилия Владимира Путина. А ты мне объясни, тебя что интересует вообще? Сказать, вот в этом виноват Путин, в том, что сгорела зимняя вишня, я даю сигнал, который меня волнует. Как правило, все сигналы, о которых мы говорим, они все касаются той или иной организации жизни в стране, за которую отвечает руководство страны, в том числе и Путин. Поэтому, когда я говорю о тех проблемах, которые мне кажутся важны, они обращены и к Путину тоже. Например, давайте назовем три вещи, вот три вещи, с которыми вы не согласны. Образование, ЕГЭ, история с Пучковым, назначение его и существование в течение нескольких лет разваливающего МЧС. Потому что все касается управления государством. Так. Да, вот и все. Еще раз, ЕГЭ, не тот человек рулит МЧС. Ну много всего чего-то. Еще. Давайте назовем, с чем вы еще не согласны с Владимиром Путиным? Я не с Владимиром Путином не согласен. Я не согласен с тем, что происходит, понимая, понимая, что за это отвечают все, включая Владимира Путина, все, кто руководят страной. Так, давайте уточним. Кто отвечает, если кино получилось плохим? Кто несет главную ответственность? Кто первый человек, который за это отвечает? За кино? Да. То, кто его снимал. Режиссер? Конечно. Если в стране что-то происходит не так, кто виноват? Это гениальная система. Это абсолютно гениальная система. То есть это вот эти самые «Путин вор, отдай мои деньги», что ли? Вот это ты имеешь в виду, что ли? Нет, я сейчас про ответственность. Я никого вором не называл, Никита Сергеевич. Я про ответственность. Если кино плохое, то виноват режиссер. Да. Как человек, который рулит процессом, отвечает и несет ответственность в том числе своими. Если в стране МЧС не работает и сгорает целый торговый центр. За это отвечает в том числе и президент. Безусловно. В том числе. Конечно. Хорошо. Тогда давайте… Не может такое быть, чтобы вам все нравилось в том, что делает президент нашей страны, каким бы он ни был. Давайте назовем те вещи, которые вам не нравятся именно в его действиях. Что ты называешь его действиями? Решения. Решения? Решения. Ну, конечно. Не то, как он проплывает в бассейне по утрам. Я не согласен с решением, связанным с образованием. Я не согласен с решением, которое не было принято, может быть, сейчас будет принято, с тем, что Министерство науки и образования – это одно и то же заведение. Надеюсь, сейчас его помыли, или, по-моему, уже случилось так, что его разъединили. Я не согласен с тем, что возможно не видеть, что министр по чрезвычайным ситуациям просто безнаказанно и беспрестанно нарушает все, что только можно нарушить. И с точки зрения финансовой, и с точки зрения развала МЧС и так далее, и так далее. Я со многим не согласен. — Ну, вы повторили то же самое. МЧС и образование. Вас ЕГЭ не устраивает, я правильно понимаю? — ЕГЭ меня тоже не устраивает, да. — Смотрите, давайте по-другому. На днях вице-премьер Ольга Голодец заявила, что численность граждан России, живущих за чертой бедности, выросла в первом квартале 2017 года на 2 миллиона человек. До 22 миллионов человек. То есть на 2 миллиона больше, чем было раньше. Кто в этом виноват? Ну, я думаю, что в этом, я думаю, что в этом виновата, повторяю, на мой взгляд, я думаю, что в этом виновата абсолютно непродуманная по сути возможность существования человека, объясняя, так сказать, в тех категориях его возможностей, которые у него сегодня есть. Я считаю, что все равно, так или иначе, то правительство, которое сегодня существует, не понимаю, почему это правительство осталось практически тем же, и я этого не понимаю. — Никита Сергеевич, еще раз, то есть Дмитрий Медведев в этом виноват? — Ну, я думаю, что да, во многом, да. — А кто Дмитрия Медведева принял на работу и оставил на это должность? — Совершенно правильно. Поэтому я этого не понимаю. — То есть Путин виноват в том, что 2 миллиона на 2 миллиона человек стало больше? — Ну, ты мне хочешь сказать слово, чтобы я сказал «виноват»? — Я хочу знать, кто. А вы не называйте фамилию, хотя… — Я тебе еще раз объясняю. Послушай, я уже… Ведь ты же меня вытаскиваешь на, так сказать, иглу… О! А я тебе говорю о том. — Не, не совсем, нет. Никита Сергеевич, подождите. Я пытаюсь понять одну простую вещь. Я не пришел сюда для того, чтобы из ружья полить и подлавливать. — Я пытаюсь понять одну важную вещь. Вы великий русский художник. Вы теми фильмами, которые снимали в советский период и в 90-е… — Вы заслужили право быть и высколотили совершенно справедливое там состояние. У вас есть и творческая и финансовая. Вы крепко стоите на ногах. Чего вам бояться? И вы тот человек, который должны конкретно отвечать на вопросы. Кроме того, вы очень образованный человек. И вы должны конкретно отвечать на вот такие вопросы. А я вижу какой-то дискомфорт. Я вижу какое-то нежелание назвать конкретную фамилию. — Это заключается в том, что я по-другому воспитан. И ты меня не втащишь вот в эту, так сказать, в это прокрустого ложа, так сказать, выкрикивания виноватого. Я считаю, я со многим не согласен. И уже тебе сказал, с чем я не согласен. Могу ли я сказать, что в этом виноват Путин? Я не могу так сказать. Потому что, видимо, существуют какие-то объективные или субъективные обстоятельства, которые заставляют сделать так его, а не по-другому. Но я не могу сказать, уберите этого, поставьте этого, Путин должен это сделать, и все будет хорошо. Это легкомысленно и очень на сегодняшний день, так сказать, в тренде. Но для меня, да-да, но для меня, но для меня, скажем, и мы об этом говорили, мало того, я тебе скажу, это не просто я это декларирую здесь. Мы говорим об этом, когда с ним разговариваем, и я говорю об этом. Я это высказываю прямую, впрямую, вот так, как мы с тобой сидим. Другой разговор, что не в моей власти поменять так или иначе структуру, которая уже заложена в сознании того, кто отвечает за страну. Но я вижу, что, допустим, какие-то, так сказать, поступки, которые не совершены, приводят к тому, что мы получаем тот негатив, о котором мы говорим. Мало того, я тебе скажу, я уверен, к сожалению, что Путин не все знает. И я уверен, что существуют определенные, так сказать, силы, которые хотят, чтобы он меньше знал. Что же это за силы? Я не знаю, я не могу это назвать. Это силы из ближайшего окружения? Наверное, да. Вы монархист? Да. Вы хотели бы, чтобы Путин правил до своей смерти? Ну, это же так сказать. Делать его царем, ну, глупо, смешно. Ну, я пока просто не вижу, к сожалению, я не вижу, как кого-то готовят к тому, чтобы оказаться на месте президента. Я просто не знаю, потому что вот я так, когда разглядываю, что есть вокруг, у меня возникает вопрос. По большому счету, вот если говорить про сущность, понимаю, что это абсолютно не вписывается в, так сказать, в либеральное отношение к миру, но я не могу себе представить, чтобы подбрасывали на орла-орешку страну такого размера и значения, как Россия. Потому что в Америке меняется фотография, так сказать, жены в столе в Белом доме, но не меняется сущность политики. В стране, где может прийти зеленое знамя ислама или красное знамя коммунистов, подкидывать страну на... А давайте, пусть теперь кто-то другой поправит, я не представляю себе это. Это разрушительно. А у вас нет ощущения, что это Владимир Путин не хочет готовить себе преемника? Я не знаю. По крайней мере, еще раз я повторю, для меня отсутствие преемственности в движении в стране, в такой стране, как Россия, это гибель не только для России. Это катастрофа. Потому что, если говорить про монархизм, император отвечал за свою страну перед детьми, а не перед партией, не перед Думой. А это другая зависимость совершенно. Как вы относитесь к тому, что никто не знает, никто ничего не знает про детей Путина? По-вашему, это правильно? Ну, а что тут? Ты мне объясни вопрос. А что нужно знать про детей Путина? Ну, мы тоже хотим знать, перед кем он отвечает за нашу страну. Это правильно, когда человек... Ну, ты же знаешь, что у него есть дети. Я не знаю, где они живут, я не знаю, чем они занимаются. Я тоже не знаю. Так как гражданин, мне бы хотелось это знать. Ну, я передам при случае. Я хотел в конце спросить, но спрошу после вопроса. Вначале. О Путине. О Путине. Вы свободный человек? Ну, как ты думаешь? Я думаю, что нет. Ну, я тоже думаю, что нет. А ты свободный человек? Да. А я думаю, что нет. Почему? Ну, именно потому что ты думаешь про меня, что я не свободен. Нет, я могу это доказать. Да, докажи. Ну, потому что нет ни одного друга. Я не представляю себе, про кого я мог бы так же... Все... Весь... Все это интервью до того, как мы говорили про Путина, вы вели себя так, как и должен вести большой русский творец, режиссер. Вы были уверены, вы были фактурны, от вас просто все отлетало, вы перли энергией. И как только мы заговорили про человека в службе, которому вас обвиняют, последние 18 лет, в служении которому, вы стали теряться. Что? Вы стали взаминаться, вы стали дольше формулировать. Подожди. И вот для меня это немножечко все-таки... Подожди, подожди, подожди. Не про свободу. В служении которому это что значит? Ну, то, что вы служите Владимиру Путину. Ну, каким образом? Ну, творческим. Как производитель контента, как производитель смыслов, как публицист, вы во всем засчитаете Владимира Путина? И когда я вас попросил дважды как-нибудь высказать несогласие с ним, вы назвали крайне... Секунду, секунду. Проси меня ради Бога. Что значит в том, что я делаю в творчестве и в жизни, я служу Владимиру Путину? Объясни мне. Вы, как публицист, никогда не критикуете Владимира Путина. Вы видите проблемы в чужаках, в либералах, в американцах, в украинцах, в ком угодно еще. Хотя в нашей стране огромное количество проблем. И даже если представить, что точно не за все ответственен Владимир Путин, но как президент, он ответственен за многое. Из ваших уст я не слышал это никогда. А вы человек, который... за которым идут, которого слушают, вы человек, который представляет собой огромный информационный ресурс. И тем, что этим информационным ресурсом вы никогда не касаетесь Владимира Путина с критической точки зрения, вы служите ему. Так, секундочку. А за мной идут? За вами? Да. Ну, конечно. Фильм, пьеса для механического пианино смотрел не только я. За мной идут? Да. И? Так и все. Хорошо, смотрите. Я смотрю. На Украине идут за Матвеем Гонопольским, которого как-то разнесли в выпуске «Без агона». И чего? Матвей Гонопольский пропагандист. За ним идут. Он тоже формирует... Ну, замечательно. Гонопольский формирует свое, я формирую свое. Михалков-то, мне хотелось бы видеть, и многим хотелось бы видеть Михалкова не пропагандистом. А чем вы отличаетесь в таком случае от Гонопольского, Соловьева и кого угодно еще? А что я пропагандирую-то? Вы пропагандируете, что виноваты все, кроме нас. Что виноваты все, кроме Владимира Путина. Господь, с тобой нас или Владимира Путина? Дорогой, смотри. Юр, ну, ты же сейчас потасовываешь. Я же виноваты все, все кроме нас, точнее Владимира Путина. Я не говорю, что виноваты все, кроме нас. Если ты возьмешь мои бесогоны, я нигде не говорю, что виноваты все, кроме нас. мы виноваты в украине мы виноваты это мы сделали в украине то что произошло там за 23 года ни хрена не делаю там в то время как там закачивали нормально все инъекцию мы виноваты я об этом говорю и дело даже не в том сейчас пойми я хочу понять никита сын я хочу чтоб ты понял разговор это не о том что он не критикует путина то что я говорю то о чем я думаю когда я понимаю тут чудовищную ответственность которая лежит на плечах этого человека что к сожалению тоже не есть хорошо потому что когда вопросы решаются по поводу покупки лекарства или чтобы запустили воду через прямой эфир общения с народом это плохо это значит не это знать это и это вина путина это значит не существует той самой мощной силы которая существует внутри страны на местах которая решает эти вопросы без того чтобы вмешиваться президент это так я так считаю и это правильно и это правильно что это критикуется мной и другими людьми нельзя взваливать все и заставлять в этом случае какой хороший президент вот он сказал и ему помогли а то что те как еще не успела закончиться передачи а уже с пакетиком лекарства губернатор стоит на пороге дома это это плохо и это плохо я об этом говорю но вы не убедили меня к сожалению я пытался вас понять но вот именно по этой части перед блицом финальное когда вам последний раз было стыдно либо мне было стыдно меня был несправедлив к своей дочери какой из одной из одной из одной из давно нет недавно это профессиональная история или семейная история ну это не неразделимо вы извинились да но я нашел я нашел форму каким образом это можно снять напряжение но они не извинения но это нужно разные бывают извинения ведь извинение может быть просто взять человека за шею приблизить к себе и подуть ему в уху в это извинение даже не то что извини меня пожалуйста я был неправ я не об этом говорю разные формы извинения когда я досматривал те советские фильмы которые вы снимали выдающиеся картины у меня все сильно укреплялся вопрос очень простой зачем такому режиссеру так близко общаться с людьми из власти я сейчас уже не только путина имею ввиду у вас много там знакомых у вас много друзей в этой самой власти а зачем человеку который в любом случае уже внес свой вклад в историю и останется в истории быть настолько близким с людьми которые во-первых очень временные а во-вторых большинстве своем посредственности я не общаюсь посредственностью а это в раз во вторых я мечтаю любить власти знаешь я мечтаю я мечтаю любить и уважать людей которых я выбираю мне хочется чтобы они были прекрасными чтобы я их уважал чтобы я к ним приходил чтобы они мне помогали чтобы они были мне близки я не власть люблю а я хочу чтобы во власти были люди которых я могу полюбить и тут дело не в том что ах власть а я художник от винта почему бред ну бред ну почему почему ощущение такое что художник должен болеть туберкулезом и умереть в от от в паленой водки под забором и тогда он художник я сказал про это художник должен полное право иметь хорошо заработать я не обвиняю да я размышляю я понимаю поэтому когда я размышляю я тебе говорю что для для меня я во первых не общаюсь посредственностью и не дружу с ними и если ты обратил внимание меня редко можно увидеть на так сказать высоко так сказать светских тусовках например государственных да вас на этом нельзя увидеть не ну где-то может я с детства вижу михалкова в кремле вот по любым вопросам новый год ну да приглашён на новый год вместе с моим братом допустим и что или там на на 4 ноября и что так но но я очень хотел бы чтобы я заслуженно честно и с удовольствием любил власть которую я избрал понимаешь не получается получается дорогой мы к сожалению не получается может быть даже и к счастью потому что если суммировать допустим мои общения да то ну очень ограничено и этого понятия такого что я так сказать приближен и служу власти нет я я служу глупо глупо звучит так сказать так и высокопарно знаешь я очень люблю свою страну очень очень отчизну я бы так сказал а я очень хочу чтобы люди которым она доверена были бы уважаемые любимы мною очень хочу но когда они не такие я от этого не люблю меньше свою страну понимаешь но вы же никита сейчас общие слова вы же не назовете даже ни одной фамилии кроме этого министра мчс кого вы конкретно не любите во власти давайте назовем сейчас это выглядит просто марафетом таким вы пытаетесь изобразить себя человека который в на самом-то деле очень много претензий давайте перечислим во первых давай договоримся я вообще вообще не пытаюсь ничего я не я говорю то что я чувствую и знаю то что я чувствую и знаю когда ты мне говоришь назовите мне людей которых вы не любите за смысл в этом мне достаточно того что я их не люблю мне достаточно того что я знаю про них то что я знаю и мне достаточно того что я с ними не общаюсь это ответ и вот финальный вопрос уже перед блицем как вы думаете ваши дети гордятся тем что вы делаете последние 18 лет да блиц я спрашиваю коротко вы отвечаете не обязательно коротко можно отвечать и развернуто как вам захочется поздно задал вам вопрос про любимые и нелюбимые слова вы не ответили сказав что они неприличные мы в интернете их можно назвать можете их назвать любимые нелюбимые да ваше любимое слово вы сказали она неприличная понимаю что в телевизоре это не прозвучит назовите его сейчас у нас можно я не люблю а не любимое слово тоже лучше отмазка которую вы слышали от актера отмазка отмазка что когда не пришел на съемку или когда что-то не может сделать что вы просите а ему надо отмазаться ухты в россии хорошая молодежь некорректно россия прекрасная молодежь но мое опасение заключается в том что они не получают того что должны были бы получать для того чтобы здесь жить вы про знания про все когда вы последний раз сбривали усы не помню это молодость мишонечка я их никогда не сбрывал они как выросли так и все когда вы в последний раз были в метро все метро был с нашим спектаклем метаморфозы когда это полгода что бы с россией через десять лет ты знаешь мест так сказать страшно подумать страшно думать об этом потому что конечно есть масса ответов на эти вопросы так сказать и шутливых и серьезных и лживых и каких угодно но чего бы я хотел я тебе могу сказать я бы хотел чтобы мы наконец поняли для себя что он так сказать нам никто не нужен что мы должны воспитывать себе ту самую самодостаточность которая будет частью то не частью основы нашей независимости на сегодняшний день это очень трудно вы знаете кто такой бэд комедиан как его зовут Женя Баженов да и как вы относитесь к нему очень талантливый парень вы видели ли рецензии на ваши фильмы в исполнении что думаете он ни хера не понял но он талантливый насколько я знаю у вас в какой-то момент могли быть с ним дебаты но у вас что-то не получилось помните что у меня не помнишь а я даже думаю у нас были дебаты должны были быть какой-то телеканал устраивал их и я абсолютно с ним пошел разговаривать про кино про что угодно он я видел его у тебя он умный человек и он самодостаточный человек и он я его он вызывает уважение у меня только разговор что он может так сказать ну там в так сказать стиль он может нравится не нравится но он он у меня вызывает симпатии чего нельзя простить родным детям на родным детям все можно против чего нельзя простить путину я думаю нельзя будет простить если он не подготовит и не воспитает для страны того кто его заменит оказавшись перед владимиром путином в следующий раз что вы ему скажете был у дудя знаешь я хотел спросить а каким образом ты моим голосом устроил песню это самый в дуде это ваш голос хорошая шутка ребята ребята из группы хлеб я думаю сейчас откроет 0 7 и отметит такую шутку комплимент про похоже очень согласись очень я испугался я пойду как и когда может а можете напеть как бы вы это не я не я не я не я не произнесите юрий будет дуть дуть будет юрий мы сравним просто мне надо услышать это это будет это мой голос чистый это не ваш голос да правда повторите мы сравним это юрий будет дуть дуть юрий будет дуть это 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 мой голос просто ну сейчас поставь а я иду шагаю по москве ну просто один в один тембрально один в один я и слушай я поражен я думаю как ну как или в специально что сделали как вот невероятно просто так а пути похоже а что вы путину скажете что были у дудя кругу у дудя и надо к нему сходить к кому путину вам нет тебе тебе не мы собираемся да 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 замечательно вот у него все и спросишь про меня конкурс юрий будет дуть дуть юрий будет дуть никита сергеевич что у вас руках это две майки да одна майка это бесогон о это вы это я вот так а другая толстовка очень хорошего качества и тоже с вами по сходу ну а конечно опасности с тобой что ли это правильно а итак друзья условия конкурса очень простые никита сергеевич в этом кресле в бесогоне очень часто говорит о проблемах но чаще всего я бы даже сказал почти всегда это проблемы внешние это проблемы тех стран кто нам угрожает чем-то или кто-то конкретный а давайте сделаем по-другому расскажите о самой большой проблеме вашего региона и у кого история будет неожиданней фактурней и разумеется правдивее всего мы отметим тех этих двух людей вот этими подарками от никита сергеевича михалкова спасибо большое сергеевич конкурсы и их итоги у нас дофигища долгов поэтому мы потихонечку потихонечку раздаем может быть новому году все раздадим ивлеева настюша нужно было придумать предложить вариант следующей татуировки которая должна набить себе настя а приз фотоаппарат который умеет сразу распечатывать фото там было много вариантов про линейку цифру 15 и все остальное но блин может джентльмены мы так не можем поэтому у нас выиграл михаил вознесенский когда или если настя расстанется с элджеем только тату 360 можно добить единицу и утверждать что это в честь подписания мирного договора в столетней войне между англией и францией 8 мая 1360 года и именно поэтому настя впервые поехал за границу в лондон тонко а михаил вознесенский бодибэк сергея даренко нужно было придумать прозвище нисходя из его пылкого нрава в 2017 году приз майчика от одаренко с дамой орлангур предлагает новое прозвище для даренко это дорблю сверху уже корочка но внутри все еще с дужком горлангур приз иди тебе конкурс с фарой условия что самое невероятное вы успевали сделать за пять минут приз футболка из нового мерча фараон выигрывает александр вдовиченко помню как я сам за пять минут написал диплом только тему не помню не спрашивай нагиев напишите что-нибудь крутое хлесткое кайфовое что вы узнали от деда приз солнцезащитные очки от дмитрия нагиева one billion отправлял меня значит дед в лагерь и засовывая презерватива мне в сумку сказал максим от несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть но и родиться красавец дед джонни бой условия конкурса придумать кто смог бы стать идеальным battle рэп соперником для джонни боя приз сумочка от томи дмитрий асташин лучший соперник джонни боя это хованский ведь ему просто нужно будет налить пиво а джонни боя это неплохо умеет делать нормально руслан белый прожарить руслана белого до 10 из 10 должно быть жестко но смешно а приз это профессиональный микрофон от белого в которой он стендапе ох 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 нихуя себе арсений иванов пау 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 руслан белый садится только на продольный шпагат потому что боится что поперечный его порвет ахуенно надя толоконникова условия конкурса придумать кусочек для новой песни пусти рая все песни пусти рая полное говно а там два приза розовый футболка с неприличной надписью и зеленая балаклава без дырок nuclear torch получает один из призов не успел родиться уже должен родине не успел состариться уже обокрали и запомни что жопу буржуя полицейский предпочтет губам пролетария ну и зобка енота один куплет и припевы у кого-то молитвы пять раз на день у кого-то красивые иконы у кого-то конспекты в тетрадях у кого-то протест против бекона ты решаешь как жить другим людям твоя идея и талон правосудия прав только ты по-другому не будет история однажды даст тебе в бубе юрий будет дочь дочь будет юрий юрий будет дочь дочь и